У нас сегодня особое мнение профессора Льва Щеглова. Лев Васильевич, здравствуйте. Доброе утро. Начнём, простите, но с Владимира Владимировича Путина, который в последнее время говорит что-то интересное. И вот в частности, он был на заводе в Челябинске накануне и рассказал молодому парню, который мечтает сделать карьеру в течение пяти лет ближайших, сказал, что он мечтает успешно завершить карьеру. И в частности, сказал, что любит путешествовать. И пожаловался, что сейчас его путешествие заключается только в том, что вот он приезжает в аэропорт, потом опять какие-то кабинеты, помещения и снова аэропорт. То есть путешествиями, это в полном смысле этого слова назвать сложно, а ему хочется природой насладиться, достопримечательностями. Вот, может быть, мысли уже президента действительно качнулись в эту сторону? Или это лукавство? Не думаю. Мне кажется, что наш президент искренне, подчеркиваю, искренне убеждён, что он сделал и делает настолько всё здорово и максимально, что впору и пошутить, что он любит. Иногда эти шутки действительно привлекают людей. Иногда они более уместны, иногда менее. Мы помним шутку, когда совершенно растерянный человек на прямой линии, да, простой какой-то рабочий, искренне так возопил, можно сказать, что как же так копил всю жизнь на машину, купил какую-то дешёвенькую машину, а дороги такие, что невозможно есть. Президент заливисто смеялся. Ему это было смешно, что вот человек как бы копил, а зачем тогда ты покупаешь, если дороги идиотские? Остроумный у нас президент. Да. Не в том плане, чтобы напрячься, чёрт возьми, сделать дороги. А действительно как бы, ну, смешно. Ну, что ты не знаешь, что дороги в России всегда такие. Поэтому нет, мне кажется, что это совершенно формальная вещь, это шутка ради шутки. И совсем не похоже на то, что президент собирается стать каким-то путешественником, возьмёт альпиншток в руки или на воздушном шаре куда-то отправится. Нет, это, мне кажется, чистая игра слов, фигура речи. А может быть, помните фильм «В бой идут одни старики», там Евстигнеев, да, которого провожают на пенсию, и ему все приятные речи говорили, он говорит, ой, нет, остаюсь. Может быть, он тоже ждал, что Владимир Владимирович, да как же такое возможно, на кого вы нас покидаете? Да, и так и это, кроме прямого смысла слов. Потому что, к сожалению, к сожалению, традиция в России многовековая не прерывается. Тем более она не прерывается, когда речь идёт о самодержице. А вертикаль власти, которую Владимир Владимирович Путин построил, достаточно эффектна. Она и говорит о каком-то новом самодержице 21 века. Ни один из них сам не ушёл. Пока не похоже, чтобы эта многовековая печальная традиция прервалась. Даже Ельцин, единственный, который и за это нужно отдать ему, ну, своё отдать надо. Это фантастическая вещь, чтобы человек сказал, я устал, я ухожу. Брежнев устал к тому возрасту раз в 8, но его просто держали на препаратах, и вот он руководил страной. Не важно, что после этого Ельцин был буквально подвергнут дикому астракизму, но это было сказано. Но думаю, что нет. Думаю, что к этим словам нужно относиться только как к словам. Ну, пошутил президент. Знаете, как когда-то Чехов писал, писатель пописывает, читатель почитывает. Президент пошучивает, народ улыбается. А про успех, вот он успешно хочет завершить карьеру. Если он сейчас её завершит, вот внезапно, можно сказать, что это успешное завершение карьеры? Или нам нужно ещё какой-нибудь остров взять? Если говорить о виртуальной успешности, о той, которая на самом деле, на мой взгляд, является бедой для России, да, это успешность. Значит, народ, правда, в последнее время, мне кажется, все замечают, экстаз немножко спадает, но народ как-то так вскрикнул в каком-то странном экстазе и якобы единении. Хотя, к сожалению, с каждым месяцем мы видим, что этот вскрик был иллюзорный. Значит, если говорить по сути, ну какая может быть успешность, если по всем, вот спокойно и ровно, без всяких эмоциональных нравится-не нравится, по всем международным, независимым статистическим агентствам, даже по нашему Росстату, который можно скорее заподозрить в сервильности по отношению к власти, ну везде по самым серьёзным показателям, будь то ВВП на душу населения, в конце плетёмся, преступность далеко не лучшая, коррупция, ну даже уже отошнит на эту тему говорить, она уже просто не просто запредельная, а запрепредельная. Лживость и лицемерие. Все эти депутаты, которые на сегодняшний день, как я ехал сейчас в машине, услышал, не хотят освобождать служебные квартиры. Послушайте, так вот кто разъедает-то Россию? Какие-то страшные американцы, грузины, литовцы, поляки, украинцы? Или, может быть, вот эти люди, которые за идиотские законы, в дальнейшем будучи обязательно исправлены, получали сумасшедшие деньги, преференции, машины, самолёты, медицину отдельную, как в советские времена, и сейчас они обязаны освободить служебную квартиру, они не освобождают, это же, по сути, полупреступление, чем вынуждают аппарат Госдумы платить дополнительные деньги нынешним депутатам за содержание их в крупных гостиницах. Может быть, всё-таки вот это и есть размывание, как бы, души народа, если так можно сказать, ну информационного поля. Ну веры в справедливости, в какую-то логику. Вот о чём надо думать. Поэтому, ну в чём же наша пока успешность? Не знаю, не знаю. Я бы действительно... Ну крутая и сильная держава. Крутая и сильная держава? Да, крутая и сильная держава. Только, мне кажется, она крутая и сильна в соображении людей, которые мыслят, ну максимум, категориями XX века, но не XXI. Единственный наш лайнер, да, адмирал Кузнецов, который, во-первых, сначала как-то дико шёл с каким-то чёрным дымом, потом он встал, кончилось топливо, а потом, это уже совсем не смешно, за месяц две гибели попытки взлететь и сесть истребителей. То есть, для чего, собственно, он предназначен. За один месяц, два раза, слава Богу, остались лётчики живы, два раза было выкинуто в море по 32 миллиона долларов. Опять же, парадокс общественного сознания. При этом, силовые наши ответственные, Шойгу, Рогозин, считаются очень хороши и эффективны. Вот это парадоксально... Поэтому никто не соотносит эти вещи. Конечно, не соотносит, потому что, опять же, разве кроме нас кто-то это обсуждает? Я вас уверяю, если бы на государственных каналах был спокойный и ровный разговор, что же происходит, большее количество людей задумалось бы. Но мы не хотим об этом думать. Но послушайте, мы подростки с точки зрения психологии. Мы дети и подростки. Вот у ребёнка болит зуб. Вместо того, чтобы строго собраться и пойти к стоматологу, он мечтает, что как-нибудь вот раз, и он пройдёт, и всё. И двойка как-то исчезнет из дневника. Это враг в виде учителя. Это не я, болван, который не выучил урок. Это враги. Это меня не пронесло. Как-то надо замотать. Родителям не сказать. В общем, русские народные сказки. Да. Вспоминаем, вера в чудо. Пока мы продолжаем так. Хотя мои скромные наблюдения показывают, что, понимаете, ведь народ это как бы как такое общее слово, как слоёный пирог. Слой за слоем. Условно говоря, те, кто желает думать, те, кто не совсем заброшен вот в этом море низменных чувств, всем покажем, всем вставим, всем дадим вокруг скоты, они уже как-то начинают, я не сказал бы, целиком выздоравливать. Я встречаюсь с такой диссоциацией, когда люди говорят так, Путин герой, наша внешняя политика великолепна, но, дальше начинается запятая, сжигать еду это ужасно, да, бедность в стране это отвратительно, да, оказывается не просто там крупные чиновники, но, наверное, каждый министр, что ли, там, как-то нечистоплотен. И дальше начинается перечисление того, которое требует следующего логического упражнения. Значит, твоё первое заявление о том, что всё великолепно, оно не совсем такое. Это же, понимаете, вот это ужасно, но это свойство человеческой психики. Моя квартира замечательная, лучше всех в доме, в то же время я признаю, что она грязная, что она требует ремонта, из потолка течёт. А в целом она лучше всех. Ну, это шаг, который будет требовать следующего осмысления. Я вижу, что что-то начинает пробуждаться. Ну, давайте о людях, которые не молчат, а говорят. Я хочу поблагодарить Адриана, который совершенно справедливо меня поправил. Старики-разбойники, называется фильм, они в бой идут. Вот такие старики, конечно, я перепутала названия. Александр Сокуров на встрече с Путиным, да, это была встреча с деятелями культуры и образования, да, и он вспомнил о режиссёре Синцове. Да. И вы видели, как Владимир Владимирович ответил режиссёру. Да, и не раз, да. Вот я бы сказал, что, черт возьми, не хочется всякого пафоса, но действительно следует гордиться, что в нашем городе живёт такой человек, как Александр Сокуров. Подчёркиваю, при этом необязательно делать упор на том, что он гениальный кинорежиссёр. Я знаю достаточное количество людей, которые, скажем, не так уж могут понять его творчество, но прекрасно понимают его гражданскую позицию. Это человек поступки, мысли и действия которого, на мой взгляд, стоят вровень с такими фигурами, как академики Лихачёв и Сахаров. Глубоко убеждён, что когда придут несколько иные времена, вот имя Сокурова будет очень серьёзно записано в каких-то там незримых списках Ленинграда-Петербурга. Теперь по поводу его общения с президентом. Ну, слушайте, вот кто бы мог сказать... А, кстати, были такие у нас великие крикуны, которые кричали, что он не прав и не смел. Человек апеллировал к высшему, что есть в человеке, к милосердию. Это уже было последнее. Да, настойчиво, потому что милосердие – это проявление силы. Вот мы с вами начали... Мы сильная сейчас, успешная держава, великая. Великая, сильная, успешная всегда несколько даже демонстративно милосердно. Понимаете, это вот с питерских дворов, между прочим. Только такая неуверенная в себе злобная шпана шла до конца, потому что я и родился, и вырос на обводном канале, я всё это хорошо знаю. Чтобы утвердиться, чтобы добить в какой-то драке другого не просто до первой крови, а совершенно, как сегодня говорят, замочить. Любой по-настоящему сильный, мощный паренёк всегда был чуть-чуть милосерден, даже если он так же относился к этой шпане, так скажем. Значит, вот это взывание к милосердию, не знаю, великолепно. Это первое. Второе. Вот вы знаете, я глубоко убеждён. Вот сейчас спросить каждого второго, третьего нашего радиослушателя на улице, в чём вина Сенцова? Она формально в чём-то есть. Но мы её не можем сформулировать. И даже президент нам сказал, а если бы он что-то там завершил, то вообще могло бы что-то быть. Предположим, насколько я понимаю, юридическое, это предуготовление к какому-то преступлению. Я что-то не слышал о сроках в 20 лет за предуготовление, а не за совершение уже, да? Окей, предположим, мы не очень разбираемся и не очень понимаем. Но, наконец, есть ещё и третье важное, на мой взгляд, в этом диалоге. А Александр Сокоров был предельно вежлив, корректен, что совершенно справедливо он говорит с президентом страны. Но в то же время он был неуклонен, и он дал пример. Я представляю, как, наверное, тряслись за дверьми всякие вот эти чиновники сервильные, потому что он смел перечить. Он очень мягко, очень интеллигентно не соглашался. И он перебивал Владимира Путина, а это, по-моему, да. Это же ужас. И оказалось, что это возможно. Поэтому, на мой взгляд, несмотря на то, что вроде бы формально ничего Сокоров не добился, он очень многого добился. Мы с вами, и, надеюсь, не только мы с вами, вспомнили о словах таких, как милосердие. Вспомнили о том, что твоя совесть и твоя точка зрения выше всяких президентов. Америки, Китая, России, председателя земного шара и чего угодно. Поэтому я, например, после этого, ну, по отношению к Сокурову, стал испытывать ещё более глубокое уважение, которое испытывал, конечно, и раньше. А что-нибудь изменится в судьбе Сенцова? Или это просто исключительно, вот, ну, действительно, мы увидели, убедились ещё раз в том, какой замечательный Александр Сокуров? Сейчас, чтобы в его судьбе что-то изменилось, зависит только от того, что думает, считает и делает Владимир Владимирович Путин. Только другое дело, что Сокуров добился того, что мы начинаем об этом размышлять. Но в ближайшее время, не знаю, вот, что президент посчитает нужным, то и будет. Вот и всё. И это совершенно ясно. И все эти разговоры, ну, вы знаете, у нас же всё решает суд. Ну, слушайте, я, наверное, вообще никого не удивлю, но любой слесарь из жилконтора знает. Иди-ка посудись для начала с начальником своей жилконторы, а если ты совсем крутой и с главой администрации своего района, а то, может быть, и с государством. Если не нравится такая аналогия, давай иди посудись с Виксельбергом, там, Евтушенко, Потанином. Очень неплохо посудиться физруку с главой образования города и так далее. Поэтому мы всё прекрасно понимаем, что Владимир Владимирович Путин посчитает нужным в этой ситуации, то и будет на сегодняшний день. Но то, что делает Сокуров, на мой взгляд, говорит людям о том, что этот сегодняшний день не бесконечен. Но, с другой стороны, вы представляете себе ситуацию? Сокуров призвал к милосердию, к президенту, и он сказал, да. Нет, это признак слабости. Для людей, которые мыслят характеристиками силовыми, это признак слабости. Ещё чуть-чуть там сбросить. Знаете, как у нас суды любят? Прокурор требует 9 лет, а суд после страшных мучений даёт 8 лет и 10 месяцев. Вот что-нибудь подобное ещё, да. А взять и прямо послушать представителя какого-то киноискусства, какого-то интеллигента, интеллектуала. Да нет, ну, это смешно. А может, пример Сокурова был дезаразителен для его коллег, для главных режиссёров театров, для художников известных? Вот Сокуров сказал, и я, значит, тоже смогу. Или всё-таки трусость и боязнь потерять место и прочее? Больше второе, я думаю. Я думаю, больше второе. Но я бы так сказал ещё. Я всё-таки немножко отличаю трусость и алчность владельца завода от трусости и алчности главного режиссёра какого-нибудь театра или директора, там, какой-нибудь творческой... Да, это немножко иное. У них же ещё есть колоссальная психологическая защита, открытая Фрейдом. Мы же все себя хотим чувствовать, но не подонками, как минимум. И мы выдвигаем редуты психологические. Я это делаю для чего? Для театра. Без меня умрёт... То есть вы считаете это редут? Конечно. Сто процентно. Любой творческий человек, кроме гениев, считает, что он дико важен. А вот гений будет сомневаться. Ну, он дико важен. Любой, я не хочу называть фамилии, даже те, кто выступали как бы антиправительственными заявлениями. Там, где-то внутри, я большой художник, и я должен сохранить этот коллектив, потому что это прорыв в искусстве. И ради этого я могу и в плечика поцеловать, как один комик наш говорил, а могу и спуститься ниже, и как угодно я это делаю в имя суперблагого дела. У владельца ларька, завода, торговой компании, там, как ни странно, им сложнее. Они должны себе отчёт отдавать, что просто рухнет их бизнес. И я вот привык жить на миллион рублей в месяц, а что же, после этого я буду жить на сто тысяч рублей в месяц? Вот и всё. Оттого они циники, оттого в той среде больше наездов, прихватов, бандитских заказов, именно оттого, потому что они больше ощущают, делая подончество, себя подонком. Если это же делает человек, условно говоря, искусство, он всегда сам перед собой прикрыт тем, что это делается во имя великой красоты Вита Брэйвис, Арс Лонга и так далее и тому подобное. Уверен. Леонид Ильич, давайте представим ситуацию, что все главные режиссёры театров высказали свою позицию по отношению имени к министерству. Вы представляете, что тогда колоссальные изменения бы произошли? Вы считаете, что всё бы случилось? А если бы всех убрали и на их место поставили бы бездарных, Вы представляете, мединский, бегущий, растрёпанный, с папочкой, с которой бумаги сыпятся по лестнице. Вот что-то подобное бы произошло. Но этого не будет ни в ближайшей, ни в средней перспективе. То есть никогда театральные деятели не сплотятся? Нет. Нет, потому что я талантлив, а остальные не в силах этого понять. Но есть Евгений Миронов, который на этой же встрече сказал как раз про... Совестливый человек, хотя ведь поддерживал тоже вовсю. И представителем был президента, кажется. Да, и руководит театром наций. Ещё раз хочу сказать, особо совестливые немножко продвигаются. Всё равно, я уверен, никогда Миронов не выступит так, как Сокуров. Вот что значит никогда? Да, никогда не говори никогда. Мы не знаем, что произойдёт, не дай бог, через 3-4 года. На сегодняшний день нет. Но какое-то вот... Ну, мы же знаем всё-таки разницу между... Так уж, да? Между людьми, а не актёрами. Между Охлобыстином и Хабенским. Ну, даже без комментариев. Мы же знаем разницу. Так вот, конечно, у Миронова есть то, что называется совестью. И, наверное, есть анализ происходящего. И это ничего страшного, если 5-6 лет назад он кричал «Ура!», а сейчас он увидел, что он не очень хочет кричать «Ура!». Ну, это нормально, люди размышляют, да. Конечно. И я, в некоторые взгляды, как-то корректирую меня, и это нормально совершенно. Люди могут ошибаться. Это замечательная вещь, которая как раз, мне кажется, восходит к тому, о чём мы говорили 10 минут назад. Что, мне кажется, некоторые люди, у которых понятие совесть, логика, размышления, это не пустые, бредовые какие-то вещи, а реальные, они начинают эти механизмы включать. И вот что получается. Миронов получается. Но это тоже слова, просто брошенные в воздух, потому что там же спохватился... В начале было слово. Ну, да. Там же спохватился министр Мединский и сказал, какие, какая цензура, ну, как обычно, заулыбался, ничего нет. Естественно, сейчас они всё это замотают и заболтают. Но вот в данном случае Миронов сказал одно слово, он может сказать со временем три слова. Я надеюсь, что... Недавно Райкин сказал слова. Ещё кто-то будет говорить слова, если эта политика господина Мединского и всего этого какого-то военного общества не скукожится. Потому что... Ну, главное, да, чтобы эти слова как-то в хор превратились. Ну, давайте продолжим о культуре. Эрмитаж примет контрмеры в связи с волной доносов, которая обрушилась на музей после выставки Яна Фабра. И это будет борьба с помощью просвещения. Об этом нам рассказал директор Эрмитажа Михаил Петровский. Ну, я думаю, что уже все знают, даже те, кто и не был и никогда не знал, что есть такой бельгийский режиссёр и художник в полном смысле этого слова, Ян Фабр, который сделал выставку для Эрмитажа. Там, конечно, потрясающая книга отзывов, которая достойна отдельный портрет современного общества. Правильно поступает, Михаил Борисович, что теперь будет просвещать народ? Да, безусловно. Вот как раз здорово, что мы от Сокурова передвинулись ко второму, на мой взгляд, набирающему, если так можно сказать, гражданские очки. Хотя для Михаила Петровского, в общем-то, не надо никаких особых дополнительных усилий, чтобы быть крупной фигурой. Но это здорово. Мы видим, что директор Эрмитажа, без всяких громких заявлений, ярких, он сам у себя как бы приютил библиотеку изгнанную. Открытую библиотеку, да. Совершенно надуманными поводами вообще изгнанную. Он неуклонно выступает за то, чтобы невежды, неучи, агрессивные бездарности, объединившиеся в какие-то псевдообщественные организации, а мы с вами сейчас же можем после эфира создать организацию «Фантик» и везде писать письма. Поэтому его роль замечательна, он совершенно прав, потому что тот информационный вал, который сейчас идёт, он никакого отношения не имеет к просвещению, к обучению, к оккультуриванию людей. Надеюсь, что и мы свою скромную лепту вносим, хотя один мой товарищ ехидно пошутил, что сидишь в эфире и рассказываешь людям, что дважды два четыре, что после А в алфавите следует Б. Ну, что делать? Да, да, рассказывают. Если люди об этом не знают. Да, рассказывают. Совершенно верно. Более того, я думаю, что любой просвещенный человек, он хотя бы задумается над непонятным, а не будет реагировать на непонятное буквально как бык на красную тряпку где-то там на кориде. И вообще, мне кажется, власть ещё получит доказательства своей неумной тактики выпускать джинов из бутылки. Уже был большой и очень, на мой взгляд, симптоматичный момент, когда какой-то там мотоциклист, а даже какой-то уже мотоциклист из другого города стал как бы уже хайти власть в лице... Это вы про хирурга говорите? Да, да, в лице почти сакрального Пескова. Полусакрального. Да, это же... Они же сами пробочку вытащили из этой бутылочки, где сидят вот все эти какие-то злобные неучи. И сами уже получили. И, увы, это будет, наверное, происходить дальше. А может быть, мы дождёмся какого-нибудь очень жёсткого окрика со стороны власти на всех этих блюстителей нравственности, псевдо-казаков, псевдо-патриотов, каких-то псевдо-борцов за нравственность, которые слово «нравственность», наверное, не умеют правильно написать. Это ещё как бы предстоит. Поэтому задача Петровского по объяснению, по просвещению, она очень правильна. Она, например, агрессивных глупцов не остановит. Но она остановит тех, кто, возможно, их поддерживает. Ведь их всё-таки определённая часть людей поддерживает, которые просто не разбираются. Им взяли, вот и рассказали. Вы представляете, в Эрмитаже взяли собак, разрезали, в их чучело набили солому, подвесили к потолку. Вот это всё. Ой, какой ужас! Вот реакция обычных простых людей. А они должны понимать, что это. А эти простые люди не хотят пойти и прочитать, залезть в интернет и посмотреть. Так если они не хотят сделать эти простейшие вещи, почему они придут просвещаться на лекции, которые устроит Петровский? Им кто-то расскажет о лекциях. Возможно, какая-то компания телевизионная или радио даст возможность. Люди не хотят. Поверьте мне, что если бы школьное образование не было обязательным, у нас не было бы стопроцентной грамотности. Некоторые вещи нужно сделать, как Салтыков-Щедрин говорил, просвещение внедрять умеренно, по возможности избегая кровопролития. Ну, это как бы шутка, но на самом деле это требует внедрения, а не то, что послушай, иди в публичную библиотепу, там очень много книг, и ты постепенно поумнеешь. Нет, не пойдут, нет. Ну, смотрите, на выставке есть аннотации, и в принципе, для того, чтобы понять, что происходит, достаточно их прочитать. Там всё написано, откуда брались эти трупы животных, что они с автострады, и всё это объяснено. Тем не менее, в книге... Татьяна, это же прийти надо? Так они пришли, а потом написали в книге отзывы, какой кошмарный фавор. Как мы помним, госпожа Поклонская ведь написала, что я фильм учителя не видела, но он невозможен. Поэтому нет, нет, просвещение... Нет, эти пришли, посмотрели и написали. Ничего, не готовы. Слушайте, тут нужно как учитель. Вот то, что вы сейчас говорите, на мой взгляд, это примерно как бы учитель приходит, бросает в журнал и говорит, я не буду, потому что вот я задала задание, а эти балбесы приходят, всё равно даже не понимают, что 2 же 2, 4, что 3 же 3, 9. Терпение. То есть просто терпение и... Это длительный процесс, тем более идёт такая волна псевдоинформации дикая, которая весёлая, такая забавная, все скоты, мы лучше всех. Ну, этому же надо противопоставить чтение, вникание в проблемы, это же скучно, поэтому ничего, ничего. Действительно, гораздо веселее посмотреть на Первом канале фильм, который был показан в ночь на вторник, на Первом канале, как я уже сказала, 50-минутный документальный фильм «Болезни высших достижений. О практике легального применения допинг в западном спорте». Это, видимо, наш ответ вот тому фильму, который немцы сняли о наших спортсменах, принимающих допинг. И здесь вот берутся в частности данные, как американские спортсмены принимали допинг и... Попытка размазать, на мой взгляд, проблему. Почему? Потому что, если мы возьмём просто спортсмен и допинг, ну, я глубоко убеждён, ну, конечно, нет никакой разницы между российским, китайским, японским и американским спортсменом. Среди них всегда найдутся те, которые хотели бы не очень правильным и верным путём схватить результат. Мы же не об этом вообще, к сожалению, нарвали на себе волосы, и президент даже частично признал. Речь идёт о созданной системе, в которой участвовали чиновники. Точка. А то, что в Америке, может быть, спортсменов не меньшее, а может даже и большее количество, как-то втихаря, там, с помощью тренера, врача, безусловно. В данном случае я как раз не считаю, что российский спортсмен какой-то вот... Да он такой же, как все. Но созданная система и поддерживаемая теме, которые должны противодействовать, вот это страшно. А сам спортсмен, он слаб. Он может пойти на нарушение, его надо наказать, выкинуть. Но потом он слушает тренера, а тренер кого-то тоже слушает. Да, спортивный врач и так далее. Речь идёт о системе, которую надо разбить, а потом уже говорить, вы бросьте эту критику, у вас ровно то же самое. Вот тогда да. Петербургские новости и, в частности, новость сегодняшнего дня. Школьник увезён с урока в состоянии клинической смерти в Петербурге. На уроке физкультуры девятиклассник потерял сознание, медики увезли его в состояние клинической смерти. И при выполнении упражнений, входящего в школьную программу, вот как раз этот мальчик потерял сознание. И медики диагностировали терминальное состояние клинической смерти. А вот кто здесь виновен? Учитель физкультуры? Трудно сказать. Мы же не знаем обстоятельств. Бывают и трагические вещи. Вы знаете, бывает так называемая ВКС, внезапная коронарная смерть вообще у здоровых людей. Может быть, это именно погрешность, трагический случай. Может быть, это наплевательство со стороны преподавателя физкультуры. И это часто бывает. Превознемоги себя, давай, ты можешь. А не каждый может. Тем более, насколько я понимаю, это школа же не для каких-то атлетов. Это не спортшкола. Одна из школ Невского района. Одна из школ, да. Да, фонтанка передают. Значит, по данному факту не смею высказывать свое мнение, потому что это требует расследования. Но вообще снисходительнее, добрее надо быть. Есть люди слабые, есть люди, которым тяжело бежать. И вообще это восходит к началу нашей передачи о замечательном Сокурове, который напоминал президента о милосердии. Оно должно быть не злоба, ярости, размахивания какой-то дубиной, а именно милосердия. Лев Моисеевич, тема, которой я сейчас хочу коснуться, она большая, поэтому я задам вам конкретный вопрос. История с детьми, псковские дети, да? Да, несчастные дети. Которые то ли самоубились, то ли самоубили их. Вот есть две точки зрения. Одни считают, что нужно об этом говорить, а другие считают, что нужно об этом как можно скорее забыть, поскольку это может повлечь другие подобные истории. Ваше мнение, как доктора. Забывать нельзя. Это должно быть обговорено обязательно и осознанно. Другое дело, не должно быть такой омерзительной рекламы в формате многих наших псевдоразвлекательных передач, где обожают обсудить любое, кто кого убил, зарезал, предал, изнасиловал и так далее. Это должно быть предметом для осознания и обсуждения. Сто процентов. Это беда. Ну вот на этой ингенерационной ноте мы закончим. Сегодня Лёв Щеглов, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель, был сегодня в программе осознания. Спасибо.